Великолепнейшего друга, Аполлон Карл. Ребушка за знатного и богатого Александра Фролова, что на всем приданном дочери выгравировал инициалы потенциального жениха – Ас-Иферт. Но Александр Фролов взял и женился на соседской девушке. Ой, не знаю, правда не знаю, но надо случиться в том несчастье, в таком ужасном несчастье. В каком несчастье, Вальчер? Да дело в том, что ты должна была жениться именно на нем. Как? А это чего пожениться? Она выйти замуж должна. Вот и стал Иван Андреевич для дочери искать жениха с инициалами Аз-Иферт. И готов был отдать ее даже за глупого торговца Августа Фиша, лишь бы не за любимого бедного художника с неподходящим именем. Иван Андреевич, так вы сами дали что говорили? Что я тебе говорю? Или понравится ваша дочери, или... Иди в тюрьму. Так ты и пойдешь в тюрьму. Но выдавили, как в сказке. Любовь и добро всегда побеждает. Провожали актеров бурными аплодисментами. Ведь они всем подарили массу положительных эмоций. В театре первый раз. И очень понравился именно такой жанр. Август, вот он мне больше всего понравился. Очень интересно играл. И смешно очень было. Своё мнение о спектакле и театре молодые люди могут выразить в творческих работах. Например, рисунках, поделках или сочинениях. Лучшие из них будут отмечены судейской коллегией, министерство просвещения и заслуженными артистами Приднестровского государственного театра. По программе «Театр глазами молодых» мы проводим программу. Вот мы, это у нас уже третий город. Первый, это в Террасовале мы открыли с Коморошиной. Потом мы были в Рыбнице. Мы стараемся сейчас охватить зрителей не только столицы. Цель акции «Театр глазами молодых» – пропаганда всемирной классики и современного театрального искусства, формирование желания им заниматься, а также развитие высокого художественного вкуса у молодёжи. Ольга Канзур, Анжела Каранчук, Виктор Милинчук, Первый Приднестровский.